В этом разделе рубрики В общем-то это одна из форм внесудебного урегулирования споров Вообще процедура медиации была введена в 2010 году, достаточно давно Суть которой заключается в том, что стороны могут заключить медиативное соглашение По поводу того конфликта и спора, который возник И в общем-то суд действительно прав, что при подготовке дела к судебному заседанию Предлагает сторонам урегулировать конфликт мира Медиация может быть, исходя из положения закона Как профессиональная, так и непрофессиональная Профессиональная медиация оказывается лицом, имеющим специальное образование Непрофессионально, в общем-то любое лицо может выступить, как указывает закон, медиаторам Однако, конечно, рекомендация юриста с этой стороны все-таки выбирать профессионального медиатора Поскольку речь идет об имущественных отношениях, сложных отношениях И здесь без знания закона вряд ли получится составить медиативное соглашение Которое в дальнейшем может быть исполнено сторонами Что касается преимуществ медиации То первое, конечно, это быстрота рассмотрения спора Ну и второе, очень явное преимущество Это снижение и минимизирование тех расходов Которые стороны могут понести в суде То есть здесь можно обойтись без экспертизы, если стороны договорятся Которые очень часто назначаются по земельным спорам Ну, соответственно, без государственной пошлины Поэтому, в общем-то, это достаточно перспективный механизм рассмотрения споров И я думаю, что у нее есть будущее Ваши вопросы можно задать по телефону 8-86-92-88-5103 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!